Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. Как и обещал, публикую материалы по лекции адыги-черкесы в истории Екатерины Нодара, которая прошла 28 января в Веннике-Варенике кафе-ресторане в Краснодаре. Поскольку там на месте не получалось это все снять, поэтому специальный отдельный выпуск записываю для тех, кто не смог туда попасть по тем или иным причинам. Итак, материал много, поэтому поехали сразу. В первую очередь рассказ пойдет о том, какой именно след адыгский был не столько даже в Екатериндаре, а сколько до его основных. Ну, во-первых, нужно понимать, что казаки пришли сюда, на земли Краснодара будущего, в 1793 году. До этого имеются данные, что здесь были какие-то аулы, вероятно, бжедубские аулы, но были они, скорее всего, временными, потому что на правой стороне Кубани постоянных поселений черкесов практически не было. Тут старались в основном, допустим, в летнее время выпас скота производить или посадки делать, какие-то сельхозкультуры. Местность была достаточно болотистая, не очень пригодная, поскольку адыги предпочитали селиться все-таки на возвышенностях, а вот сельскохозяйственную деятельность вести в низинах. Каких-то прямо уж постоянных поселений не было, но определенная информация по этому поводу имеется. В частности, ну, во-первых, это легенда о наличии некого леса в районе, леса, аула в районе современной, примерно, улицы Восточно-Кругликовской, там был лес Круглик когда-то, его в Великой Отечественной вырубили. И вот вроде есть легенда о том, что были там какие-то аулы, но они вынуждены были то ли под давлением нагайцев, то ли под давлением казаков перейти на другую сторону в Закубание и уйти в район речке Супс, в районе современной станицы Калужской. При этом, когда они переходили переправу, переправа была настолько бурная через Кубань, что унесла чьи-то штаны, и поэтому некоторое место так и называлось с тех пор, переправа, которая сносит штаны. Что касается конкретных более данных, значит, имеется такой рапорт от 15 июня 1793 года, отправленный черноморским войсковым правительством товарищескому губернатору Жигулину, где они указывают, что учрежденная по реке Кубани кордонная стража во всем обстоит благополучно, а с закубанской стороны противности не замечено. И что они в лесах Карасунского Кута, а Карасунский Кут это как раз-таки тот лес, который находился за крепостью на территории современного исторического центра Красонара. Через него проходила улица Красная, была проведена в свое время. Так вот, значит, они там нашли аул закубанского Мурзы Гаджина Оглу Батыргерея. Это, ну, учитывая то, что тогда при общении с горцами предпочитали еще использовать, ну, скажем так, тюркскую тематику, да, то есть и название некоторых князей аристократов адыгских имена их использовались и читались в тюркском произношении. Так вот, Гаджин Оглу Батыргерезе четко читается тюркское имя Хаджимукова Батчерия, то есть самого бждукского князя, который чуть позже погиб в время Безиюкской битвы, о которой мы уже как-то рассказывали. Так вот, там была найдена деревушка, состоящая из 20 хат, где жили черкесы. И сообщается, что имя было хлеба посеяно множество, что вот этот Мурза, князь, да, пожаловал на пост главный ореховатый. Это тот самый пост, который, в котором проживали изначально казаки, перед тем, как они построили Екатеринскую крепость. Находился он на территории современной Ставропольской 2, вначале Ставропольской, на месте римского архангельского фельдшанца, который еще до этого, за лет 15, построил Суворов во время его пребывания на Кубане. Они вот использовали этот старый редут, перестроили его в первый год проживания, до того, как крепость построили. Так вот, значит, к Кузьме Белому полковнику явился этот аульный глава, князь, и просил его, покуда хлеб не соберут, остаться на месте. И передал ему письмо за печать на треском диалекте, которое они не смогли перевести, у них толмача не было. Получилось так, что они ему этот хлеб дали собрать, и он вынужден был перейти на другую сторону Кубани, убрать свое аулу оттуда. При этом, как мы видим, возможно, этот факт являлся одним из факторов, повлиявших на то, что и город был, и крепость начали строить через год. То есть, они перезимовали в землянках на этом редуте бывшем, а уже потом начали строить казаки, имею в виду, город. То есть, дали спокойно мирным черкесам собрать урожай и уйти весной. Письмо, то, что они передали, расшифровали чуть позже. Там было написано, что они готовы войти под управление российских начальников, выдавать враждебные партии с той стороны, помогать мирным черкесам с казаками наводить торговлю, лишь бы им только дали возможность встаться на своих местах. Также имеется информация об ауле Гиреев, который находился между Пашковкой и Екатеринодаром, был основан отцом знаменитого офицера Хан Гирея, султан Хан Гирея. Его отец, султан Магомед Гирея, основал этот аул в 1808 году. И он этот аул сейчас в 1802 году, сразу после его смерти. Смысл был в том, что он находился напротив их же родового дворянского, так называемого аула, он называется сегодня аул Тлюстенхабль. На правом берегу как раз магомед, султан Магомед Гирея разрешили власти иметь какую-то территорию свою, заниматься сельским хозяйством. Там им разрешили проживать, хотя некоторые это, из-за чиновников сопротивлялись этому, пытались его оттуда выгнать. Там у него были и верблюды, и лошади, разводил там и буйволов, ну и проживал там постоянно. А крестьяне к нему большинством во время сельскохозработ перебывали на другую сторону. Ну, как я уже сказал, он исчез в 1942 году со смертью даже не Магомед Гирея, а Хангирея, то есть сына этого Магомед Гирея. Причем, султан Магомед Гирея считался одним из аристократов, князей племени Хамышаевцы, подразделения бжедугов, и являлся в Черноводском казачьем войске высоковым старшиной. Что касается самого названия города ладыгов, он у него разное название, например, Бжедуг-Кале, бжедугская крепость, потому что так же получилось, что большинство служащих и торговавших на территории Краснодара являлись бжедугами просто из-за того, что они ближе всего находились в городе. И мы, в принципе, считали, в землях бжедугов находился в Краснодаре. Есть еще такой вариант, как Годжие-Кале. Годжие – это как фамилия какая-то. Этимология тут не ясна. И Калышху. То есть просто большой город. Прежде чем начнем о персонажах, которые замечены были в истории Екатеринодара, хотелось бы отметить о таком обществе, называлось оно Черкесское благотворительное общество. Дело в том, что в Краснодаре, естественно, до 1864 года, до конца Кавказской войны, было довольно сложно обосноваться адыгом-черкесом, потому что, в общем-то, они в этой войне являлись ворогами, вражеской стороной. Естественно, город был войсковой, закрытый, и там, если туда могли попасть, то только те, кто служил на русской службе. Те же, допустим, офицеры, перешедшие на русскую службу из адыгов. И только после Кавказской войны, когда город открыли для всех гражданских лиц, туда, естественно, не только с России потянулись, но и с окружающих земель, те же адыги, армяне и прочее. Так вот, к началу XIX века скопилась довольно большая община в городе Екатеринодаре Адыгское, которая пыталась так или иначе как-то вот себя сформировать, систематизироваться, объединиться, организоваться в некое что-то одно, для защиты своих прав и продвижения интересов. Тем более, что немалой задачей для них являлась именно сохранение культуры языка адыгов, поскольку он после войны очень сильно все это пострадало и грозило исчезнуть, раствориться, ну, русифицироваться. Так вот, так получилось, что какие-то встречи проходили, естественно, но помог объединиться в полноценное сообщество случай, произошедший в 1908 году, когда в январе случилось ну, такое разрушительное наводнение на Кубани, которое повлекло за собой затопление многих аулов, и, в общем-то, власти не справлялись с последствиями этого опаводка, и тогда такие обеспеченные адыги в Екатериндаре объединились и решили провести благотворительный черкесский вечер, сборы с которого должны были пойти именно на помощь пострадавшим. Ну и, соответственно, обустройство дамб, там, полов и прочее. Значит, был создан специальный комитет по сбору пожертвований в пользу пострадавших от наводнения, в который вошли все, в принципе, известные адыги Екатеринодара на тот момент, и не только адыги. Именно черкесов, там было 60 фамилий и благотворителей. Вечер он настолько удался, что вызвал бурный ажиотаж в городе. Про него много писали очень. Проходил он в доме Богорсуковых, где ныне музей Фелит, на гимназической. Значит, там было три отделения. Это черкесская музыка исполнялась, были живые картины. Ну, думали фото, но, скорее всего, это именно такие, что-то типа анимации из фотографии. Именно по теме национальной истории культуры черкесов и черкесские танцы. На вечер собрали достаточно много денег, которые пустили на пользу пострадавших. И тогда же, благодаря этому вечеру, собрался такой кружок черкесской учащейся молодежи, который помогал с образованием, ну, не менее обеспеченным, подтягивал слабых учеников, то есть старались своих подтянуть. И там же они старались писать рефераты на исторические научные темы, куда привлекалась не только история, не только классика, что называется, но и отдельные книги по истории именно адыского народа. Из этих кружков в будущем вышли довольно-таки известные деятели, в том числе Белого движения, политики, общественные деятели. Благодаря вот такому проведению, удоченно проведенному вечеру, его организаторы собрались в 2012 году и зарегистрировали официальную организацию Черкесское благотворительное общество, смысл которого было объединять финансовые усилия для того, чтобы воспитывать национальную интеллигенцию адыгскую и деловую элиту. Собрались ряд граждан, которых мы позже упомянем, организаторы. Среди них был, кстати, тот, который мы немножко не скажем, я здесь его одним упомяну, это Пшимаха Косов, это будущий премьер-министр так называемого Горской Республики. То есть это практически идея была северокавказских федеральных штатов из разных народов во время гражданской войны. Целями общества ставилось доставление средств к улучшению материального, нравственного и физического состояния мусульман и содействие школьному образованию горцев именно в Кубанской области. В основу входили идеи такие, что нужно обучать учителей, предоставить начальное образование в аулах, улучшить преподавание адыгского языка, составить специальные учебники на родном языке. При этом, поскольку таких полноценных учителей на тот момент не было, особенно по адыгскому языку, то приглашали их из Турции изначально в 13-м году. Но это государство не понравилось, тем более, что дело шло к войне тогда и учителей в тот же год практически всех выслали. Пришлось как бы им своих людей воспитывать учителей и ставить в основу вот этой тематики. Из тех же кружков учительских вышли вот такие вот будущие учителя. Например, оттуда вышел основоположник национальной школы Адыгеи, считается он, Исиферби Исиюхов. Именно при нем первые курсы именно адыгского языка и мусульманского вероучения, подготовленные по инцитиве этого общества, состоялись летом 14-го года в Тахтамукане. Ну и дальше это распространялось. Кашихабы, то есть специальные учебники на основе арабского языка были составлены Ахмедом Бекухом и Шенджи именно первый алфавит адыгский и уже обучали детей. Самым мощным зрелищным проектом это общество стал второй Черкесский вечер, прошедший в январе 14-го года. Там было масштабное действие, целые спектакли по рассказу султана Хангерея наезд Кунчук-Апра именно ставился. Воспроизводились вот эти сценки драматических событий Кавказской войны и тогда считалось, что это был такой ответ адыгов в обвинениях в протурецких настроениях. На самом деле они пытались сказать, что они национально настроены. Вечер этот был очень популярен, сумасшедший резонанс вызвал, огромное количество людей приходило, все СМИ писали о нем, крупные пожертвования поступили в фонд этого вечера. Причем здесь уже подключились с помощью и Багарсуковы братья, и Тарасовы, которые, в общем-то, армяне и очень отдаленные отношения черкеса к Гайям. Ну, соответственно, собранные средства они пустили на организацию национальных педагогических курсов, то есть повышение квалификации и на образование. Здесь стоит упомянуть уже о людях, которые во всем этом участвовали, объединенные этими вечерами были о самых известных адыгах Екатеринандара и не только. В первую очередь хотел бы упомянуть, потому что фигура нужная, но кратко нужно упомянуть. Это султан Давлет Гирей. Это дальний родственник хан Гирея. Получается, что он, султан Хан Гирей, был двоюродным братом его папы. Так вот, вообще просто Гирея, чтобы понимать, это они, конечно, считались адыгскими, черкесскими аристократами, княжеской фамилии, но происхождение свое ввели от младшего рода крымских ханов, которые еще в средние века из Крыма в результате династических разборок их туда изгнали, и они осели среди черкесов и полностью черкесились. Их вот аул, Сенхабль был, дворянские аул, все на дно гильные памятники там были, и вот из них вышли такая целая плеяда Гиреев, общественных деятелей, политиков, меценатов, разного рода людей. Большинство из них служило на царской службе. Что касается султана Давлет, Давлет Гиреев один из семи сыновей султана Селет Гиреев. С 1881 года он рос, воспитывался в Египте, а в 90-м году, когда ему 14 лет было, его вернули в Россию, здесь он вошел в русское подзывство, окончил Константинопольское кавалерийское училище и его отправили обратно в Восток, во Ближний, в Турцию в качестве разведчика. В 1995 году он вернулся из Турции и уже оставался здесь в Екатеринодаре, так, попеременно только выезжая, а с 11-го года вообще постоянно. Чем он был известен? Он занимался, как и Султан Хангери в свое время, он занимался историей и этнографией народов Кавказа, писал об этом заметки, книги, был членом ряда культурно-просветительских благотворительных обществ, основателем адыгейского театра и первым сценаристом. Собственно, благодаря ему и была поставлена вот эта пьеса Сенка на Ескунчука на этом черкесском благотворительном вечере втором. Также широкую известность получил он за свои заметки о жизни соплеменников, то есть адыгов, черкесов на Ближнем Востоке именно, особенно в Турции, об их положении. Он тогда первое время удовлетворительно писал, что ему все нравилось, как там все у них происходит. Но потом, когда в Турции начались казни черкесских офицеров, когда в войну объявили о Турции в начале Первой мировой войны, он, конечно, поменял свое мнение, о чем активно писал в Петербург. По поводу сыновей, ну, самое, наверное, известно еще у него брат, точнее, братьев, султан Крынгирей, не зовут братьев, который был председателем дивизионного комитета именно дикой дивизии, кавказской туземной конной дивизии, полковником. Судьба у них была не очень хорошая. В марте 18-го года как Саводавлетгирея, так и всех его братьев. Фатимана Тырбова, позже Шеретлукова, из Суворово-Черкесской станицы, кстати, хочу отметить, около Анапы этой станицы находится, и там потомки натухайцы живут. Так вот, сама она изначально Шеретлукова, то есть из этого знаменитого шапсутского рода, который был изгнан после Безюкской битвы и расселялся в Гривенской и Суворово-Черкесской. Так вот, она участвовала в артистической группе, актрисой была в этих черкесских вечерах, там на первом еще вечере познакомилась со своим мужем будущим Натырбовым Кучуком, там потом дети родились, в общем, разросла семья и с четырьмя детьми, вот они вынуждены были в 19-м году мигрировать из России ввиду гражданской войны в Турцию. В Османской империи получилось так, что они попали, оказались среди беженцев, и она применила такой организаторский своей способности для того, чтобы помочь этим беженцам адыгским. То есть, она лично, ну, создала, во-первых, в Турции комитет черкесских женщин, оказывала помощь беженцам, она в свое время обратилась там к султану с просьбой оказать им помощь, что они вот там так плохо живут, голодают, кушать там, нечего жить, негде нормально, и он выделил свою летнюю резиденцию, дачу для их проживания. Несмотря на вот эти нужды постоянные, нехватку питания, каких-то элементарных вещей, они устроили в этом месте такой культурный черкесский дом, где продолжали проводить такие вечера, встречи аристократические, там, танцы, музыку. И каким-то образом так получилось, что туда заходили, естественно, разные представители элиты, в том числе зарубежной, как-то туда приехал американский военный комиссар, верховный адмирал Бристоль, который вот увидел все проходящие эти вечера, так впечатлился этим и предложил этим женщинам Фатиме перебраться в Америку. И ее муж, дети, дверные сестры из Агрет, которые также упоминались во всех предыдущих событиях, они в 23-м году мигрировали в Нью-Йорк, в США, там осели, но так получилось, что в 25-м году муж ее умер, и она вынуждена была, она осталась с детьми маленькими, как-то нужно было себе искать пропитание, она там очень долго работала швеей по 16 часов в день, открыла потихонечку свое дело, она пошивом одежды занималась, костюмов, вплоть до того, что у нее костюмы закупали, заказывали на пошив актера Голливуда, ну и в театре тоже. Ну и так потихонечку она поднималась, также устраивала вечера в своем доме в Нью-Йорке, продолжала такие, там объединялась разного рода иммигрантская элита и американская элита, так образовались серьезные достаточно связи, ее очень уважали и в Кавказской, и в Русской общине, местная элита. И в итоге она потихонечку вот так сошлась еще с этим товарищем Сидамоном и Ристовым из грузинских эмигрантов, вместе они создали организацию Алла Верды, которая продвигала именно среди эмигрантов в Америке культуру грузина-черкеса. И настолько они развили все это, настолько разбогатели, что в итоге в местных Кацвилдских горах, это место такое, где элитная дача президентов американских, они там построили целый дом, специальный дом, культурный центр, где проходили все их события позже, связанные с культурой. И там вся элита была в Нью-Йорке в то время. Следующий герой нашего выпуска Батербек Шартанов. Это кабардинский дворянин, который достаточно огромную, серьезную роль играл в конце 19-го, начале 20-го века. Личность достаточно авторитетная. Полное имя Батербек Бекмурзович Шарданов. Сам он происходил из кабардинцев. В то время, окончил Петербургский университет путей сообщение, полностью посвятил свою жизнь карьере железнодорожника. Точнее, строительство железных дорог. С 1897 по 17-й год он работал в Екатериндаре главным инженером железнодорожного акционерного как по своей профессии он достаточно высоко поднялся по чинам. Приобрел на большие финансы, стал меценатом. Являлся членом Кубанского попечительного комитета о тюрьмах, почетным блюстителем Екатериндарского общества Владикавказской железной дороги. Кубанского войскового приюта для девицы Кубанского поощрительного скакового общества. Причем, все, что я здесь упомянул, все эти общества, кроме Екатериндарской железной дороги, пользуются вниманием практически всех героев нашего выпуска. В черкесском благотворительном обществе, о котором я говорил ранее, он был председателем. Сам он писал статьи о истории эдегов черкесов, о их текущем положении на тот момент. В 1905 году он построил на Улогу Красной и Советской улиц по своему проекту одно из лучших зданий города. В нем он расположил торговые помещения на первом этаже, там уже обучались учительницы изящного рукоделия для учебных заведений, а второй этаж с 1907 года стал арендовать Краснодарского управа для художественной выставки имени Коваленко, которая там так и осталась, сегодня там в этом здании находится музей имени Коваленко художественной. Собственно, продвигался он как инженер путейц по своей карьере, благодаря его деятельности насколько хорошо был удачно закончен проект по проведению ветки в Баку, что в честь него назвали, например, станцию Шарданова в северных территориях Кабарды. Он же участвовал в работе общества по расстроению технических знаний среди горского населения Северного Капказа, то есть посетить техникуму для адыгов дело первое. Был попечителем Кабардино-Горского реального училища. Дальше его там судьба закидывала в Невинномыску, где он управлял станциями. Потом вернули его обратно в Екатеринодар. Брат у него был на Армавирской дистанции, значит, работал. Второй брат служил под полручком в Лобинском ирекулярном эскадроне горской, кавказской милиции. В какой-то момент Батербека перевели на станцию Крымская, то есть станица Крымская бывшая город Крымск сейчас, где он обзавелся довольно внушительной 3620 векторов земли участком, положительно на Черноморском побережье. И тут, видимо, повлияли еще одни родовые связи. Дело в том, что у него было два брата, один из которых Атлюстамбе Егамидович Шарданов владел царскими угодьями своими, Джанат, у него называлось владение Вабрау-Дюрсо, рядом с царскими владениями одновременно, где он выращивал виноград для винных сортов, для изготовления вина. Причем виноделие он облачался для этого во Франции специально. У него было специально марочное вино Шардане фоногорийское, которое уже другой брат Шарданова Якуб Шарданов младший в Анапе успешно реализовывал. По поводу Шардане и Шарданов никакой связи нет. Потом его опять помотало, в Тихорецк он попал. В итоге я сел в Екатеринодаре на станции Екатеринодарской построил два подъездных Акведука железнодорожных к городу и перестроил вокзал Екатеринодарский железнодорожный. При нем появлялись ветки из Краснодара в Туапсе, в Ставрополь. Отдельная ветка была в Ахтари, так называемая Черноморка, в строительстве которой активно участвовали соотечественники его Траховы. Ну, о судьбе собственно Шарданов не могу ничего сказать какого-то точной информации, но известно, что да, ничего хорошего там не произошло. Как и с большинством участников, о которых мы сегодня будем говорить. Сейчас я упомяну о Траховых. Трахов Лю Нахухлович Трахов и все его семейства. Это был самый, наверное, яркий меценат адыгского происхождения, который в городе очень много построил и вокруг города и участвовал во всех-всех этих вечерах. В принципе, мечети строил после святого человека. О нем поподробнее можно посмотреть в отдельном ролике. Я его когда-то снимал про Лю Трахова. Вот здесь сверху на значок можно нажать, там откроется ссылка на этот ролик. Отдельно хотелось бы сказать про Богорсуковых. Ну, многие, наверное, знают, что Богорсуковые ассоциируются с домом большим на гимназической и с зеленым домом там же, что это были очень-очень-очень крупные предприниматели и меценаты в Екатеринодаре. Дело в том, что Богорсуковые это не совсем черкесы, это черкесогаи, то есть это армяне, которые проживали на территории Черкесии, были черкесившиеся полностью по менталитету, по языку. Единственное, только элементами веры они отличались и тем, что занимались торговлей. Так вот, из них происходила вот эта фамилия, жили они, ну, как бы распространенная вообще в принципе Богорсукова фамилия была, в том же даже аристократы были у, допустим, у тимиргорьцев, у Болотокова, у Георгхабли. Но, как известно, за кубанской армией Богорсукова, о которых мы здесь говорим, они, есть документ, подтверждающий их происхождение с речки Абин. Они в свое время трижды с 1843 года пытались переселиться на территорию на правую сторону Кубани, в русские владения, но каждый раз что-то в них не получалось. Там, по большей части история умалчивает причину. Но, постоянно они отмечали, что ходили через посты вот эти все торговать. Старшим у них был Никита Богорсуков, это, типа, такой патриарх всего этого большого рода. Получается, переселение у них не получалось, не получалось долгое время. Потом они появляются аж в 1860 году уже в Армавире. То есть, они переезжают в Армавире, куда всех черкесогаев активно собирали тогда. И здесь начинает дело с нуля, не имея образования, но, честно относясь к своему труду, то есть, зарабатывая дачки доверия, довольно быстро разбогател Никита Богорсуков, завоевал авторитет. При этом, он связи с черкесами не терял, и, в принципе, до конца жизни оставался именно черкесом по менталитету. Он активно развивал торговлю, торговали они материей, также он армянские связи тоже развивал. И вот, в какой-то момент у них образовался бизнес, братьев Богорсуковых, в какой-то момент они поняли, что мануфактурой, конечно, хорошо заниматься, в 50-х занимались, но к 70-м годам надо было перемещаться в центр области. И тогда они решили вступить в гильдию торговцев, переехали в Екатеринодар, младшие братья здесь занимались коммерцией, построили гостиницу центральную, тут самое зеленое здание на углу красной гимназической. Дом построили Богорсуковых, где они все проживали, где музей Фелицина, посередине квартала по гимназической между красной и красноармейской. При этом вот эта гостиница затмила другую гостиницу, очень крупную, которая находилась с другой стороны квартала, с другой стороны красноармейской по той же улице, примыкала к их домам. Они довольно быстро организовались, построили еще ряд зданий на окрасе 76, на советской 35, на штабной, на Комсомольской 36, ну в общем ряд зданий в городе принадлежали им как торговые магазины, как склады. В 1889 году они организовали торговый дом Богорсуковых, который ввел большую оптовую розничную мануфактуру, торговлю. У них уже была целая сеть разветвленная по всему Северному Кавказу, по трехронечку они уже вышли на Москву и Санкт-Петербург, развивались, потом слили все свои организации в одну огромную монополию, которая находилась на шестом месте в России к 1910 году из крупнейших предприятий страны. Ну и как я упоминал уже выше вот эти все благотворительные общества в самых разных направлениях, во всех они участвовали, всех спонсировали, строили церкви, строили училища. В ночь на 3 марта 13-го года умер Никита Богорсуков. Он к тому моменту был в Екатериндаре уже очень-очень уважаемый человек. Ну, представлено, уровень, наверное, сегодня Галецкий такого, да. Событие это тогда в Карсенаре было действительно ярким, его даже снимали на первые вот эти камеры именно кинематографические, потом вот эти грандиозные похлоры на Богорсукова транслировались в некоторых кинетеатрах. Ну, после Гражданской войны все, что у них было, все, что досталось Богорсукову, все было реквизировано советской властью. Вся их семья, она ну, как сказать, распылилась по разным странам мира, разъехалась. Что касается, допустим, самого яркого памятника, где музей Фелицын находится, их дом, то там то НКВД было, то пионерия, только к 60-м годам там то есть это музей обосновался окончательно и сохранил это здание для будущих поколений. Да, некоторые спрашивают действительно у них была еще отдельная ветка Богорсуковых, которые в Джудухабле были такими крупными землевладельцами. Также кратенько упомяну, что были и Тарасовы, обычно Богорсуковы, и Тарасовы, две крупнейших семьи Екатеринодара, богатейших. Тарасовы это все-таки больше именно армяне. Они хоть и жили среди Чехосагаев и Армавира, но больше армяне. Это тоже очень гробная семья, тоже на фактуре они в свое время поднялись еще в Армавире, также точно потом перебрались в Екатеринодар. Они оказались еще мощнее, чем Богорсуковы. Они вышли вообще на Москву и Петербург, на всю Россию, переехали в Москву и в Москве и Петербурге ряд, в Москве особенно ряд зданий им принадлежат, принадлежал до сих пор эти известные особняки. Но они как бы поскольку жили совместно с Чехосагаем и Черкесами еще в Армавире, то и старались естественно помогать. На черкесских вечерах они спонсировали, все те же самые благотворительные общества спонсировались ими. Самые известные здания на Советской 35 современная прокуратура в Краеве. В чем они были еще и банкирами крупными. В первой купеческой гильдии были как и Трах все время. Из их судьбы известен Андрея Туруая, это когда советская власть все это у них конечно тоже реквизировала, они переезжали в... ну, мигрировали через Турцию, изначально у них фамилия была Торос, Торосом, Тарасова они стали в русифицированной версии, а армянская община эмигрантская в Турции помогала только чисто вот армянам, кто на ян заканчивается, поэтому пришлось им принять фамилию Тарасян, с этой фамилией Тарасян попал, Лев Тарасов попал во Францию и там он начал писать на литературном поприще очень подниматься и ему пришлось вынужден для благозвучия был взять французское имя, псевдоним Анри Труая, с которым он до конца жизни не прожил. Огромное количество сотни томов написал о нем, кино снимали и он очень заслуженный французский считается писатель, хотя сам по себе армянин из Екатеринодара. Со следующими нашими персонажами часто путают один дом в Краснодаре по улице Рашпилевска 10. Там сегодня находится рейстровое казачество Кубанского казачьего войска. Этот дом часто связывается с именем генерала Белого движения, офицером и командующим Кубанской казачьей армии в 1920 году Сергеем Георгиевичем Улагаем, но это не его дом и о нем поговорим чуть ниже. Дом принадлежал его однофамильцу Касполету Тавшуковичу Улагаю, который происходил из знатных шапсукских родов Улагаевых, изгнанных также как Шритлуковая после Безюрикской битвы в 1996 года, проживавших в Гривинской или Суворово-Черкесской. Между этими Улагами двумя на самом деле огромная разница, они очень далекие родственники, так что связи между ними особо почти не было. Касполет Тавшукович Улагаев, его отец в свое время служил в Анапском Горском полуэскадроне, был атаманом той самой станицы Суворово-Черкесской. Он оставил Касполету и Каламету, двум своим сыновьям, довольно обширные участки земли там под Анапой, которые в районе реки Гастагай, которые достались им потом в наследство и помогли немножко подняться первоначальным капиталом. Касполет изначально пошел учиться на лесничьего ревизора и всю свою жизнь он посвятил именно лесничеству, этой профессии, дойдя от самых низов практически до самых верхов. Например, к 1917 году он уже был по сути заместителем вторым человеком в Черноморско-Кубанском управлении земледелия и государственных имуществ. В Чешкесском благотворительном обфонде он также состоял было членом в Гражданскую войну представлял адыгов в Кубанской законодательной ради был управляющим князем Михаила его владениями в Ардане вообще в принципе они очень дружили с князем Михаилом вместе на охоту ездили с довольно ранних пор в горах и собственно вот он был такой достаточно обеспеченный уважаемый человек который поднялся по краяной лестнице но к сожалению в 20-х годах он исчез и пропал без вести и скорее всего был убит. Более интересная история связана с его сыном Кучуком Касполезовичем Алагаем который в Гражданскую войну был в Белом движении и с 18-го по 20-е года командовал 1-м черкесским полком черкесской конной дивизии. У него было множество наград он был профессиональным офицером но в любом случае в результате гражданской войны ему пришлось мигрировать вместе с сестрой Фатимой через Турцию там они в Турции рассорились он уехал в Албанию где помог в 24-м году вернуть трон албанскому королю Ахмедзогу однако он немножко там себя очернил в 42-м году он вступил в ряды СС и попытался вернуться на родину таким образом не получилось но видимо не успел себя серьезно в 45-м году успел избежать экстрадиции в СССР и уехал в Чили где работал в институте преподавал и был атаманом эмигрантской станицей жена у него казачка Людмила Петровна Беломенстова дочь генерала майора кубанского казачьего войска от нее его сын и дочь которые видим после его смерти в Чили они переехали в Америку и они похоронены в Сан-Франциско собственно из-за чего он с сестрой поссорился в Турции с Фатимой она вышла замуж за русского поданного его коллегу однополчанину за Константина Куракина и приняла православие из-за чего он ее проклял Чук сестру свою и вот они тогда в 20-х годах вынуждены были от него скрываться в Чили он видимо на старосты лет заностальгировал и уехал туда после 45-го года в Чили к ним ну что касается дома его построил архитектор Александр Андреевич Козлов в стиле модерн в архивах упоминается четко что это дом Улагая Катэ то есть Касполета Тавшуковича дворянина в 18-м году там располагался комиссариат по внутренним делам Кубанской республики и комендатура города что касается второго человека с которым путают собственно Сергея Георгиевича Улагая он также происходил из крупной семьи офицера черкесского дворянина Ислам Гирея Шахимовича Улагая который в конце своей жизни принял православие из-за чего в общем-то стал Георгием Викторовичем а уже его сын Сергея Георгиевич Он в общем-то знаменит частями именно в Гражданской войне был такой очень яркий участник который нахрапом брал что называется высоты не имея такого нормального образования отличался от такой храбрости смелости достаточно что позволило его вырасти определенным образом на поприще военных дел сначала конечно в сентябре 17-го года ему не повезло его арестовали временное правительство Корнилова за Корниловское выступление но он тогда успешно убежал на Кубань и после захвата власти большевиками стал одним из участников добровольческого движения тогда в 17-м году он организовал отряд из кубанских казаков причем мы тут видим он как бы видимо то что православный был все-таки больше цирировался с казачеством в качестве командирования батальона пластунов он участвовал в первом ледяном походе с дона на Кубань и обратно ранен был переболел потом значит попадает генералу Деникину от него получает командование отрядом полковника Шкуру в общем там отмечаются эти годы на Северокавказском фронте значит в 19-м году его ставят вместе с войсками взять так называемый Красный Верден Царицын город будущий Волгоград Сталинград где очень мощная оборона устроена Красными вот я именно влагаю генералу удалось эту оборону прорвать и захватить Царицына бросив по Волге Красные войска но он видимо там устал от войны в какой-то момент к октябре 19-го года он отказывается от командования своим полком корпусом точнее сдает его генерал Науменко в декабре его пытаются поставить врангель его пытаются поставить во главе объединенной мощной группы из нитских кубанских военных частей Мамонтова но он убедившись в низкой боеспособности этих частей отказывается от командования в пользу Фостикова полковника переболел Тиефом он в ту зиму к 20-му году принимает от шкуру командование кубанской армии вооруженных сил на юге России и в общем в таком виде когда Красный активно наступает они в Крыму все собираются и там значит историческое событие происходит которое связывается его именем именем Лагая так называемый Лагаевский десант его со специальным отрядом вызывают высадиться на Кубане он саживается в районе Ахтарей и пытается поднять казачество против Кубанское казачество против Красных но усталость от войны уже достигнет до пика и казаки не идут на его призывы хотя вот этот десант сам по себе является ярким таким военным подвигом скажем в итоге десант оказался безрезультатным и даже хуже для казачества это потом вылилось в определенную репрессию связанным со страхом Красных потому что они пойдут все-таки на восстание в общем 20-му году когда Красные ворвались в Крым он иммигрировал вместе со всеми ставшимися белогвардейцами сначала в Турцию затем во Францию где поселился в Марселе там создал казачью цирковую группу верховых наездников с которой гастролировал по Европе и Америке и зарабатывал этим на жизнь до 44-го года когда он умер был погребен в Марселе а в 49-м году его прах на специальном кладбище был перезахоронен по утверждению некоторых историков Сергей Улогай якобы сотрудничал в годы Великой Чести войны с немцами но утверждает что делал это по заданию французского сопротивления Маки Маки точнее и поскольку руководство этого Маки было уничтожено со всеми документами что-то подтвердить сложно достаточно считается что Сергей Улогай является прототипом генерала Григория Чарнуты персонажа известной пьесы Бек Михаила Улгакова ну и последний представитель которым хотелось бы поговорить это уже Екатериндар Краснодар даже больше Краснодар это представитель красных большевиков господин Хакуратэ Шахангирей Умарович о нем поподробнее можно посмотреть в отдельном ролике я его здесь сверху на значок можно нажать там откроется ссылка на этот ролик на этом у меня все а такова была лекция это очень-очень кратко общие вещи понимаете сколько уже сейчас времени было затрачено на все это думаю по отдельным моментам можно будет впоследствии углубляться в общем ставьте лайки комментируйте делитесь с друзьями и до новых встреч пока